И сил прибавилось, и программа мощная, обрадить вот эту бетонную систему политическую и нынешнюю, оно все тебе будет, оно подкрепило наши невозможности и новости, ну и многие другие, поэтому нужно там сделать это политическое государство, или я думаю уже не диктуру. Это мне тоже не значит, что я опустовую боль, потому что это даже не хорошо. Я работала в медицинской социальной болезни, но сейчас делаем масштабы социальной инвестиции, поэтому общественное движение «За здоровье в Россию», которое много лет занимается совершенно таблетными делами, помощи людей, людям, мы создали оборонник регион, создаем систему психологической, медицинской, социальной, трудовой реабилитации для них. Помогаем многим. И давайте будьте добры и готовы отвечать на любые ваши вопросы, что вас интересует. Детские пособия. Что? Детские пособия. Ну вот наверное, да, я узнала, что здесь у вас даже не, вот вы говорите год детские пособия, да, что детские пособия не. Не оставят много. Друзья, вы говорили партию Клоуна Жириновского для надежности, вы то точно тогда попадете в Думу. Мы вас очень любим и отлично вас знаем. Это странная записка. Значит, я никогда за места не держала странная совершенно записка. Какой ориентации? Никакой ориентации. Я вообще считаю, что это в политике, то есть странное определение ориентации. Я вообще считаю, что это вот эти все деления, они, это уже деления позавчерашнего дня, левые, правые. Не влево, не в право, надо идти вперед. Надо идти вперед на основе четкой мировоззрической позиции и базы. Вот то, что нам удалось сделать, нам удалось в рамках движения, мы много лет этим занимаемся, помимо совершенно конкретных, реальных программ помощи конкретным людям, мы разрабатывали, слава богу, под эти движения удалось собрать очень мощные силы, базовую мировоззренческую платформу. Мы идем в новое тысячелетие. Иные подходы должны быть и к системе управления. Это вот целевая стратегия развития государства, общества и человека. Вот наш подход. Он принципиально отличается от того, что ныне было. Сейчас все общество у нас построено на противоречиях, на противопоставлении. Вот сидят молодых, пожилых регионов, центру, межнациональных, межрелигиозных и так далее, и так далее. Крупного бизнеса, мелкому, стратегических отраслей, сельскому хозяйству и так далее, и так далее. Все построено на противоречиях. И политика точно так же, но от противопоставлений, но уничтожение своих политических инопонентов. А мы совершенно иной подход предлагаем. Вот если говорить об ориентации, как здесь написано. Неделю людей ни на правах, ни на левых. Это вчерашний день, позавчерашний день. Сейчас главное, если говорить о стратегии целевого развития, первое, согласование всех сфер, баланс интереса всех сфер, экономический, социальный, экономический, духовный. То есть мы единая биосоцио-экономическая система. Надо находить тот минимальный набор необходимых мер, чтобы взаимосиливать одновременно все. Не противопоставлять экономику в социальной сфере. Вот как сейчас постоянно говорят, это, я считаю, абсолютно порочный изживший себя принцип, что вот, давайте сначала производство поднимем, а потом будем вкладывать в образование, культуру, науку, здравоохранение, социальную сферу и так далее. Вот этот порочный подход и привел к тому, что резкому обнищанию 90% населения, людей, и производство не поднял. Он порочный подход, он и сейчас заложен везде, практически в большинстве программ, хотя в большинстве программ сейчас трудно отделить. Вот говорится, левый или правый. Посмотрите программы. Они мало чем отличаются у левых и у правых. Частную собственность признали все, райистость всех формулей в собственности признали все, демократические принципы постравления власти признали все. Написаны во всех программах хорошие слова. Но иного принципа, механизма реализации хороших идей мало у кого не есть. Принцип должен быть иной. Вот просто я смею утверждать, что мы наиболее оптимальный вариант предлагаем. Согласование всех сфер. Минимальный набор взаимоусиливающих мер, а не то, что взаимоуничтожающих. И второе, согласование интересов разных групп населения, разных социальных групп. Это тоже возможно, и это необходимо, хоть мы такие разные. Вот это смысл нашей политики. Не на уничтожение, а на выживание всех вместе. Таких разных. Теперь по поводу... Я просто, если будет интересно, я потом не могу рассказать о вообще стратегических направлениях, о мерах, о конкретных направлениях наших программ. Если ваша партия не предваряет эти процентные варианты, решительного демандата, я уже сказала, что я никогда не держалась за место и не держусь. Для меня должность министра, депутата, лидера общественного объединения, это только средства для того, чтобы выполнять главное, что я хорошо умею. А я умею хорошо людям помогать. Я умею помогать людям подниматься с ног. На ноги подниматься, умею помогать. И не одна я теперь, не как одиночка, а действительно как движение, как команда. Нас много, и это сейчас удается лучше делать. То есть я и в любом качестве буду этим заниматься дальше. Другое дело, что если мы преодолеваем 5% барьер, если мы заявляем о себе как о политической силе, у нас гораздо больше возможностей появляется, не просто так в рамках общественного движения запускать какие-то новые экологические ретабельные технологии, поддерживать культуру, науку. У нас высших ассоциаторов, как и юношеских по всей России, молодежных. У нас библиотеки, у нас музеи. Это все поле единое, духовное, социальное, экологическое, научное. Все вместе. Это все элементы одной цепы. Но это недостаточно, я считаю, что вот то, что наработано, то, что разработано нами, это позволяет, я надеюсь, позволило бы изменить приоритеты в политике, сделать политику более человеческой, человечной, привернуть к лицу, к человеку. То есть не выбрасывать человека за порт, а втянуть его в процесс преобразования. И я совершенно сознательно, еще раз хочу повторить, если я не держалась за должность министра, и вы знаете, что 5,5 лет назад ушла сознательно, принципиально, потому что увидела, что насколько идет профанация, дискредитация, реформ, и сейчас не держусь за депутатский мандат, не пройдет движение, значит, и меня в Думе не будет. Но я надеюсь на успех, я надеюсь на успех, вопреки всем мнениям, которые нам навязываются олигархическими средствами массовой информации. Мы им не служим, поэтому неугодны. А влиться в состав, были такие предложения, а зачем лебаться? Получить место в Думе у меня не было проблем. Меня приглашали в первой ряде явно пропадных блоков. Мне это неинтересно, сидеть просто так, извините, третий срок в Думе, быть в меньшинстве, и опять потом приходить к людям и говорить, вот это, вот это не удалось. Не хочу. Не пройдем, значит, на эту возможность. Пусть я социальный приют возьму и буду доводить сироты до ума, и тем же ребятам, военнослужащим, буду помогать. Если мои идеи, если вот то, что мы наработали, за мой десятилетний опыт в политике, если это не востребовано будет. А я вообще смею утверждать нахально совершенно, что наиболее разработанные социальные программы, закладывающие элементы активной социальной политики, настроенные на создание новых рабочих мест, расширение рынков труда, новой сферы производства, на основе наукоемких технологий, на основе высоких технологий, за счет которых только и можно сделать прорыв, в том числе и в экономике, вот я считаю, что у нас они наиболее проработаны. Ведь недаром, вы знаете, когда я ушла из поста министра, вот мы же разработали в 94-м году программу по больной сменности, где заложили ими подходы вот этой активной социальной политики. Политика, которая не делает из молодых, здоровых, социальных инвалидов, недееспособных, а наоборот запускает механизм самоподдержки, самообеспечения, дает импульс развитию мелкому, среднему бизнесу, макроэкономике, производству. Вот я просто, мне очень хотелось бы, чтобы это было востребовано. И с этим-то и иду в политику. А тут вы тут, вы, блица. Зачем вливаться? Вливаться и растворяться бессмысленно. Держаться за место бессмысленно. Я считаю, в чем наше преимущество? Хоть мы такие не раскрученные, может быть, вот как другие. У нас многие эти блоки, которые сейчас нас создавались, они рыхлые, они конъюнктурные, они объединены желанием. Там нечутся из партии власти, туда вот НДР рухнуло, давайте теперь вот в другие блоки великие. Лишь бы место получить. Нет общей идеологии, нет общего мировоззрения. Они пройдут и думают, да, займут большинство мест, а потом начнут распадаться. А у нас жесткий, крепкий, мировоззренческий стержень. Мы единомышленники по жизни, который идет уже, идем не первый год вместе. Я считаю, вот в этом наше преимущество. И путь наш гораздо длиннее. Он неблагодарный. Он долгий. Но для меня он единственное возможное. Я буду его пробивать. И это не связано с теплыми местами. Про то, что вы точно тогда попадете в Думу. У меня не стоит задача просто попасть в Думу. Есть ли представители вашего движения на Алтае? Ну, здесь в Барнауле у нас более молодое. Вот в отличие от многих других регионов. У нас очень сильное отделение. В Санкт-Петербурге, в Самаре, в Вологде, в Калуге. Ну, во многих других городах. В Челябинске, в Новгороде. Здесь относительно молодое. Вот Евгений Семенихин. Где он здесь? Выжил, наверное, придет. Значит, он подойдет к концу встречи. Да, и даст свои координаты, и свое представительство. Но уже начала работать общественные приемные. Юристы принимают. Уже, в принципе, здесь вот сегодня я была встречалась. Нашли очень совершенно конкретное реальное дело, которым будет заниматься наше движение. Это связано с острейшей проблемой, которая у вас здесь стоит. Это проблема наркотиков. Увидевительные люди у вас есть, энтузиасты. И мы сегодня договорились, мы будем помогать. Я буду помогать. Наше движение будет помогать. Потому что у нас богатейший опыт собран. Как реабилитировать, как уберечь детей, подростков от этой страшной беды. То есть вот это совершенно конкретная точка взаимодействия реальная. Вообще, отличие нашего движения в том, что оно не понюнктурно, оно не под выборы собиралось. Как многие эти однодневки, бабочки политические, под лидера находят, где вообще не знаю. Я просто прекрасно помню. Я действительно была депутатом на Съездом народных депутатов Верховного Совета СССР. И тем более работала в комиссии по коррупции. Ее возглавлял Лубьянов. И работала в комиссии по борьбе с приберегами и льготами. Ее тогда возглавлял сначала Примаков, потом уже другие работали. И работала в комитете по социальным вопросам, по экологии и рациональному использованию ресурсов. И прекрасно видела, как тогда уже начинал разваливаться Союз. Как себя вели наши представители многих республик, и Грузии, и Азербайджана, и многих других. Уже тогда власть союзная резко ослабла. Какой был разобой. И я считаю, что мощным толчком, и все-таки тогда основа государства была КПСС. Мощный, кстати, толчок, импульс, развалов стало то, что Российской Компартии. В виде эластических взглядах я отношусь к женщинам-политикам с громадным уважением. Ко всем, кто смог себя, извините, реализовать и выстоять. Потому что вот на собственном опыте, пока тебя приглашают послужить тому или иному великому политику, поработать на него, вот в качестве приложения тебя признают. Если ты заявляешь себя как самостоятельный, независимый, со своими принципами, со своими взглядами, тебя начинают давить со всех сторон. Вот все те, я уважаю всех женщин, которые смогли отстоять себя. Их не так много, они придерживаются разных взглядов. Отношусь с большим уважением. Вот они ведь вошли сначала в античество все вместе, но потом, да, вот, потом и кремль работал. Очень активно, чтобы разделить их, как детские пособия и многие другие вопросы. Проблемы жилья, холод в квартирах, отсутствие газа, ну, в общем, есть маленькая стипендия, отсутствие перспективы. Скажу, во что упирается решение всех этих очень больных, важных, острых проблем. И вот этот вопрос, который вы мне задали. В отсутствие стратегии развития государства, в отсутствие национальной безопасности, системы национальной безопасности, в отсутствие военной доктрины. Нет военной доктрины. Какая может быть реформа в армии? Какие тогда могут быть вопросы, скажем, связанные с обязательной воинской службой или профессиональной армией и так далее? Не определены приоритеты сохранения государства военной доктрины. Поэтому у нас реформа военная захлебнулась. То есть разные позиции, разные подходы, наоснованные на узких, нежведомственных интересах, на лагировании узких интересов, а не на основе понимания, на основе понимания сохранения государства и укрепления его аварноспособности. Поэтому, что значит обязательно воинская служба? Ну и сужает ту узкую прослойку молодежи дееспособной, которой нужно более быть разумным, скажем, в обществе себя реализовать. Серьезно, что тут? Я тут добавил ничего, это вы же прекрасно все видите, вы умные люди. Что вы больше любите из литературы, музыки? Это зависит от такой вопрос, добрый, если говорится современный. Не знаю, что вас интересует. Из литературы больше читаю сейчас исторические, Глазовские. И Илья Май, Пердяева, и Малшава. Ну, у вас хороший вопрос. Во всяком случае, что бы я хотела видеть, какого бы президента я хотела видеть, что он должен делать в первую очередь, чтобы довольно быстро вывести страну из кризиса. Вот мои наказы, как я его вижу. Это действительно общенациональный литер, который... Морально климат. Почувствовать, что мы все один народ, такие разные. Что мы все должны друг друга немножко больше, больше верить, посочувствовать, поддержать. Вот понимаете, в чем наша беда? Нас много, и мы друг другом не дорожим. Мы съезжаемся только на кокороны. И вот тогда, думаю, слезы. Вот нам бы учиться у многих народов, которые не так белики, не такие многочисленные, они все-таки больше друг друга поддерживают. А мы, к сожалению, наш мечаин, нас не улучшили пока ничего. Мы вымираем, друг друга топчем, извините. Идем покрыть там друг друга, а потом получаете то, что получаете. Вот сейчас уже так увидим, я считаю, который говорит, был бы у нас. Затем в самые святые строки в душе. Чтобы люди почувствовали себя, что они не пешки. Почему это уже достоинство? Почему нужно личное? Проказывается достоинство. Нет? Вам понравился нашел? Очень понравился. Я здесь была уже когда-то. Понравился. Мировой парадный фонд это финансная структура. А не надо было сомн.